А теперь к мировым новостям. Серебро с золотым отливом. Так можно охарактеризовать результат, который показала Василиса Степанова на Олимпиаде в Токио. В паре с петербурженкой Еленой Арябинской Тверичанка заняла второе место в соревнованиях по академической гребле, уступив только новозеландкам. Роман Быков расскажет о том, как это было. У Александра Брендакова телефон сегодня разрывается с самого утра. Еще бы! Теперь вся Тверская область знает, что именно он с детства тренировал Василису Степанову. Ту самую уроженку столицы Верхней Волжи, что принесла стране серебро в академической гребле на играх в Токио. Это первая с 2004 года олимпийская медаль в данном виде спорта. С 2004 года Россия вообще без медалей. Олимпийские игры проходили, но мы как-то все время были статистами. И наконец-то серебряная медаль, я считаю, это большое достижение. У нас 45 лет такого не было. С 1976 года мы ждали этой медали и наконец-то она пришла. И действительно, именно в 1976 году наш экипаж в последний раз занял также второе место в этой же дисциплине. Двойка распашная без рулевого. И вот снова серебро. Причем о котором поначалу даже и не мечтали. Ведь экипаж в лице Василисы Степановой и Елены Арябинской сформировали только минувшей зимой. Неудивительно, что тренеры на эту пару и не рассчитывали. Уже по ходу игр мнение специалистов поменялось. Но финал удивил всех. По полуфиналам было видно, что готовы девчонки, хорошо идут. Но чтобы вот так вот, чуть ли не первые, за последние 100 метров они практически к первым приблизились настолько, что уже могли даже бороться и за золото в этой ситуации. Вот судя по тем метрам 500, которые оставалось в конце, они просто съедали. Таким образом, когорта тверичан, ставших призерами Олимпийских игр, стало еще больше. А значит, у этих ребят, занимающихся в спортшколе имени Антонина Срединой, появился дополнительный стимул еще усерднее налегать на весла.